Этот урок семиклассники из ПСЖа уж точно запомнят. Сегодня им не пришлось решать задачи или отвечать на вопросы учителя. На 45 минут они отправились в путешествие в микровселенную, где квантовые технологии позволяют ученым прогнозировать эпидемии, создавать лекарства и выявлять серьезные недуги на ранней стадии. А помогла им в этом видеотрансляция, в которой вместе с ними подключились еще несколько десятков регионов нашей страны. Для российских школьников выступили эксперты, которые рассказали, как искусственный интеллект и квантовые технологии помогают проводить исследования в самых различных областях медицины. Упор у государства в лице Министерства цифрового развития, Министерства просвещения, это все-таки донести до детей, потому что, скажем так, сейчас для них, то, что для нас кажется фантастическим, для них, возможно, воспринимается более буквально. И то, к чему мы относимся с неким скепсисом, с пессимизмом, они воспринимают буквально. И, возможно, кто-то из них заинтересуется этой темой и в будущем будет работать в этом направлении, принесет определенные результаты. На уроке ребята узнали, какие профессии появятся в будущем благодаря развитию квантовых технологий, да и в целом, насколько цифровой мир сейчас разнообразен. Не секрет, что искусственный интеллект сегодня активно внедряется в самые разные профессии. Он помогает прогнозировать лесные пожары, проводить уникальные операции и планировать уборку урожая. Эти уроки нам очень помогают. Мы разбиваемся. IT-технологии понадобятся нам везде. С помощью IT-технологий можно создать новые проекты и много чего другого. Например, они помогают программисту, врачу и многим другим профессиям. Например, я хочу стать архитектором и с помощью IT-технологий я смогу создать какой-то новый проект. IT-технологий продвигается с каждым годом. Она может помочь медицине. Эту сферу выбрала я. Можно создать новые лекарства, новые оборудования для операции. С помощью этого оборудования проводятся многие операции, с которыми можно помочь и спасти жизнь. Спасибо за то, что они сегодня пришли и нам объяснили эту тему, и показали много чего, и открыли новые горизонты. Напомним, что урок цифры – это федеральный проект, разработанный Минцифрой и Министерством просвещения нашей страны. Он реализуется совместно с глобальными гигантами IT-сферы. И его главная цель – заинтересовать и профессионально сориентировать школьников для работы в современных условиях, которые немыслимы без цифровых технологий. Дарья Назарова, Ливан Задзами, Архиз 24.